Тема наглядная статфизика, то есть наглядная статфизика часть 2 от базы компенсации до квантового эффекта В прошлый раз тоже речь в общем-то пришла про то, что статфизика это наука в существенной степени квантовая но если в прошлый раз нечего обратить эффекты, которые к нам привычны поэтому мы вроде бы как не воспринимаем их как квантовые но сейчас пойдет речь об эффектах, которые без квантовости по нему будут совсем сложны так, прежде чем начнется доклад, я хотел сделать некоторое организационное дело значит, у нас сейчас уже конец семестра понятно, что превращать докладчик откуда-то со стороны на такие даты, как 5 или 12 мая это страшно, потому что народу придет еще меньше, чем сегодня и перед докладчиком будет неудобно с другой стороны, у нас в этом году ведь не просто семинар, а курс по выбору и с самого начала было объявлено, что один из пунктов, за который будет ставиться зачет это участие в некой микроконференции, которую мы в конце проведем соответственно, в будущие две среды, 5 и 12 мая предполагается эту микроконференцию провести значит, соответственно, я напомню еще раз, за что у нас зачет будет ставиться за выполнение двух критериев из некоторого набора значит, первое, посещение половины заседаний семинара в течение учебного года второе, написание реферата по одному из докладов этого года или предыдущих лет третье, это выступление на микроконференции четвертое, это помощь во время учебного года в проведении семинара в качестве оператора так, четвертое, что там еще, пятое ну, может быть, еще что-нибудь пятое придумано, например надо перегнать видеозаписи, снятых в этом году семинарах в более приемлемый для укладывания интернет-формат может быть, кому-то этот ну вот и упоминали еще активную работу в дружественных семинарах и курсах да, да еще, возможно, такая опция в частности, возможно, такая опция, как реферат по материалам дружественных курсов значит, соответственно, что предполагается на этой микроконференции на следующей неделе через неделю? ну, во-первых, надо будет тем, кто уже наработал оба пункта, проставить за счет ну, и тем, кому нужен еще один пункт, они смогут выступить то есть тут надо что сделать? либо подготовить какое-то выступление по мотивам одного из докладов, которые были на этом семинаре но не просто пересказ этого доклада, а что-то сверху добавить что-то свое, какое-то обсуждение, может быть, решение каких-то задач на эту тему соответственно, если реферат по какому-то из докладов сделан чисто в виде выжимки и резюме доклада, то такой реферат на этой микроконференции, наверное, в качестве выступления представлять не стоит а вот если там сделано что-то свое, то тут имело бы смысл выйти к доске и с помощью милы через проектор что-то рассказать и показать ну, наверное, значит, тут надо заранее оговориться, что докладывать эти микроконференции это могут быть микродопады значит, у нас, соответственно, получается на эту микроконференцию 2 пары через неделю и через две недели ну, по сколько человеку можно на пару выпустить? ну, наверное, не больше шести тогда будет по 15 минут на доклад, ну, скажем, 10 минут сам доклад, 5 минут дискуссии соответственно, тем, у кого уже достаточно выполненных пунктов без собственных микродокладов тем не менее, этих людей я все равно приглашаю на эту микроконференцию чтобы поучаствовать вот хотя бы в виде, хотя бы в дискуссии чтобы ваши товарищи выступали не перед пустым, а перед какими-то реальными слушателями, задающими вопросами соответственно, я вам написал свой e-mail всем, кто взял тему для рефератов, рекомендую срочно посмотреть на каком этапе работы вы находитесь и как-то, и про это написать и не может быть, прислать промежуточный вариант, чтобы получить в ответ какую-то критику всем, кто хочет делать этот микродоклад на микроконференции, срочно по этому адресу заявку тема и, собственно, какую из двух сред вы предпочитаете через неделю или через неделю возможно, через неделю там, наверное, желающих будет меньше, не все спит приготовиться но тем не менее давайте про это думать сегодня-завтра я сделаю про это еще рассылку так, ну и, наверное, по орг-вопросам на сегодня все ну, единственное, что можно, если кто еще захочет сделать реферат на сегодняшний день тогда не убегайте, а подойдите в конце ко мне и в дальнейшем ну, на этом я передаю слово я начну с того, что покажу примерчик одной системы, которую очень удобно, легко, интересно объяснять на том языке, на котором мы в прошлый раз говорили то есть на языке уровня энергии, который ездит туда-сюда правда эта система уже такая более квантовая и применяется в несколько необычных условиях я расскажу про один из способов достижения милликельвиновых температур охлаждения при помощи ядерного размагничивания размагничивания ядерных спин значит, как работает такая штука вот у нас некий образец который мы хотим охлаждать вот здесь образец соединен с холодильником холодильник это, собственно говоря, большой брусок нити который помещается в магнитное поле и это магнитное поле например это магнитное поле мы можем делать сильнее или слабее между образцом и холодильником имеется так называемый тепловой пункт в двух словах что это такое дело в том, что за теплопроводность металлов при низких температурах отвечает в первую очередь электронная подсистема то есть в металлах есть подсистема электроны бегающие по нему и решетка вы, наверное, знаете что теплопроводность ну она пропорциональна я даже напишу эту формулу вот для идеального газа теплопроводность это одна треть в средняя на лямбда и на концентрацию частиц на теплоемкость на одну молитву при этом лямбда при низких температурах для лямбда чего это я сейчас буду говорить но главное, что С это теплоемкость она в теплопроводности участвует как множество так вот у металлов теплоемкость обусловлена двумя вещами электронной подсистемой и подсистемой решетки колебаниями решетки С решеточная она пропорциональна Т в первой степени а С электронная пропорциональна Т в первой степени с неким маленьким коэффициентом но этот коэффициент при самых низких температурах не важен потому что видно что это стремится к нулю быстрее чем вот это короче говоря проводит тепло только электронная подсистема мы немножко я надеюсь что я успею немножечко поговорить в конце про сверхпроводники в сверхпроводниках есть такая смешная штука как энергетическая щель между состояниями электронов основными и возбужденными грубо говоря то есть возбужденное состояние находится на некой высоте первое возбужденное состояние над большим количеством электронного газа находится на некой высоте дельта а это в соответствии с тем о чем мы говорили со распределением гипса сразу нам дает что заполненность этих уровней имеет в себе экспоненциальный множитель дельта на КТ если температура намного меньше дельта то и средняя энергия ну добавка к энергии и зависящая от температуры и соответственно теплоемкость беспропорциональна вот такой вот экспоненциальной штуки то есть теплоемкость сверхпроводника очень мала электронного газа его а теплоемкость нормального металла как раз наоборот велика вот и то же самое можно сказать вот в первую очередь про теплопроводность то есть с теплопроводностью тут уж действительно потому что электроны очень быстро летают поэтому теплопроводность металла при низких температурах безусловно в первую очередь обусловлена электронным газом и когда электронный газ вдруг переходит в сверхпроводящее состояние появляется вот эта щель у нас пропадает теплопроводность то есть сверхпроводник прекрасно проводит электрический ток и очень плохо проводит тепло так вот вот это так называемый тепловой ключ мы включаем магнитное поле которое вокруг оловянной палочки такой оловянная палочка при очень низких температурах сверхпроводник но мы включаем магнитное поле оно разрушает сверхпроводимость и после этого палочка начинает проводить тепло выключаем магнитное поле вот это сверхпроводимость восстанавливается палочка перестает проводить тепло начаться вот такая вот хитрая система но это в данном случае только вспомогательная вещь а основная вещь это у нас холодильник как он у нас работает значит холодильник вот этот брусок меди он сам по себе но он практически не магнитен меди это слабый диамагнетик в данном случае нас даже интересует не магнетизм электронной подсистемы а вот которая ведет себя диамагнитным образом а магнетизм и собственно на поведение ядерных спинок каждое ядро меди это маленький магнитик который может стоять по полю может стоять против поля два положения если он стоит по полю энергия его меньше если против поля мы затрачиваем энергию чтобы его туда поставить поэтому подсистема ядерных спинок это двухуровневая подсистема нижний уровень имеет энергию минус мю верхний уровень имеет энергию плюс мю где мю это магнитный момент не путайте с каким потенциалом давайте я его так вот так магнитный момент ядра ядра меди ядра и самое интересное что я расстояние между вот этими уровнями могу менять изменяя магнитное поле зачем мне это надо вот как выглядит цикл этого холодильника давайте я сначала опущу вот этот уровень пониже если я его опущу совсем-совсем низко так чтобы они вообще практически слились естественно ядрам будет все равно на каком уровне быть на одном или на другом будет примерно одинаковое их количество там и там если наоборот я их раздвину далеко и дам системе перейти в термодинамическое равновесие прийти то отсюда большая часть ядер перейдет на вот этот уровень можно сказать так что у нас есть вот это вот все у нас находится при низких температурах вокруг здесь есть грубо говоря жидкий гель можно сделать еще какой-то там контакт например на основе того же теплового ключа вот этой штуки с резервуаром в котором находятся жидкие гели я пропускаю некие тонкости потому что здесь вообще тоже должны быть уже доля кельвинов это получают при помощи растворения гели-3 гели-4 не суть важна сейчас в общем короче говоря здесь нечто при достаточно низких температурах и мы можем здесь тоже тепловой контакт разрывать разрывать или наоборот восстанавливать вот это у нас система уровней этого самого гелия и вот это k умножить на t гелия вот здесь соответственно до вот такого уровня насыпаны частицы повыше их экспоненциально мало если мы возьмем этот уровень поднимем повыше 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 чем вот это kt гелия у нас начнут эти частицы отдавать сюда энергию на пустые так сказать на пустые уровни сами перепрыгивая сюда энергию будут отводить в гель то есть фактически когда мы развели вот эти уровни вот так у нас резко повысилась температура этого образца и мы скинули частицы отсюда передали энергию в гелий этот уровень стал практически пустой дальше мы разрываем тепловой контакт и начинаем его опускать если бы мы не разрывали они бы из гелия бы энергия насыпалась обратно опускаем опустили вот до такого уровня так теперь это подсистема при очень маленькой температуре потому что смотрите если тут совсем мало частицы здесь достаточно много то kt это вот такая вот величина явно меньше чем вот это расстояние хорошо опустили мы ее досюда и после этого мы включаем магнитное поле здесь восстанавливаем тепловой контакт образца и холодильника у образца своя температура свои уровни у него допустим вот досюда насыпаны частицы то есть kt образца образца вот досюда у нас насыпаны частицы в образце естественно они будут отдавать энергию сюда раз этот уровень ниже и всыпаться сами вниз и температура образца будет понижаться образец будет охлаждаться значит нагрузили этот уровень больше не принимает частиц разорвали тепловой контакт поднимаем уровень обратно восстанавливаем контакт тут сгружаем энергию в гелий частицы высыпаются переходят обратно на нижний уровень все верхний уровень освободили приконяем его обратно вниз и забираем соответственно энергию от отсюда в общем это самая обычная тепловая машина только вместо поршни будет вогнит верх да получается так но мне очень нравится такая вот картинка как автопогрузчик для энергии вот как раз и интересно представить себе обычную тепловую машину в роли в роли вот такого же автопогрузчика это действительно так и есть потому что обычная тепловая машина что там с ней делается например делается цикл расширения были наши уровни которые при этом едут вниз соответственно мы мы сейчас про холодильник говорим тогда эти уровни мы нагружаем из внешней системы сжимаем уровни едут вверх потом мы восстанавливаем тепловой контакт и перегружаем частицы отсюда в внешнюю систему так ну вот то есть таким единым образом можно описать обычную тепловую машину и вот такую смешную вещь с ядерным размагничением так а теперь хочется уже перейти к более интересным ну более сложным может быть вещам я напомню про такую вещь как химпотенциал про который мы в прошлый раз говорили и опять-таки попробую наглядную модель этой штуки предложить что такое химпотенциал я бы сказал что это то на сколько рам давайте сравним вот у нас температура за что отвечает температура за то хочет ли система вытянуть свою лишнюю энергию куда-то и наоборот засосать значит та система у которой выше температура та и хочет отдать больше энергии чтобы общая энтропия повысилась если у нас ну и соответственно вот у нас выравнивается вот такая вещь 1 на t помните мы писали большую формулу для дельта s аналогично у нас был кусок где выравнивалась вещь p на t это я помнится написал в прошлый раз при обмене объемом да при обмене объемом совершенно верно значит это у нас обмен энергии дельта e ходит туда-сюда и это у нас обмен объемом он ходит туда-сюда а еще может быть обмен частицами и при обмене частицами там выравнивается вещь ну некий член который равен фактически минус мю делить на t где мю это вот тот самый химпотенциал значит вот это характеризует хочет ли система выбросить энергию вот это характеризует давление хочет ли система захватить чужой объем если давление большое я хочу себе больше объем и наконец химпотенциал характеризует хочет ли система накачать куда-то свои частицы или наоборот засосать засосать чужие химпотенциал в отличие от температуры и давления бывает отрицателен ну вот мы и можем сказать что система с высоким химпотенциалом ну она так сказать у нее в ней много частиц она готова их выкинуть от себя наружу система с низким она насасывает в себе эти самые к себе эти самые частицы и в качестве подсистемы мы можем рассматривать уровень энергии точнее не уровень энергии а квантовое состояние одно единственное квантовое состояние с определенной энергией значит оказывается что вероятность быть в определенном квантовом состоянии занимать это определенное квантовое состояние как всегда она эти вероятности такой вот множитель имеет dE в степени dS поделить на k то есть p это есть p нулевое на dE в степени dS на k откуда это берется это из определения энтропии что энтропия это логарифм от отношения вероятности или логарифм от дельта v вероятность быть в определенном макросостоянии она как раз и пропорциональна его значит с отрезом то есть количество объем области которые мы реализовали в прошлый раз ну значит я напомнил откуда берется вот такая формула а в свою очередь дельта s значит мы я все-таки тогда напишу член который отвечает за вот это это у нас будет dS по dm при постоянной соответственной делой умножить на дельта n значит в данном случае представим себе обмен энергии и частицами между этим самым уровнем квантовым состоянием и термостатом когда термостат сюда накачивает энергии и частицы что происходит меняется ли энтропия этого состояния оказывается нет потому что если мы знаем сколько в нем частиц мы знаем сразу и полную энергию этой системы и вариантов то нет у нас вот здесь пять частиц никаких вариантов которыми может реализоваться это состояние нет вариант ровно один поскольку вариант один то энтропия этого состояния равна нулю поэтому выбрасывая сюда частицы энергии термостат он свою энтропию может потерять а энтропия этой системы не меняется она все время как была равна нулю так и осталась а сколько же энтропии потеряет термостат если это состояние имеет энергию E то дельта E это у нас равно E значит минус E умножить на количество частиц которые сюда забежали а а дельта N термостата значит это у меня дельта E термостата а значит дельта N термостата это будет равно минус N количество тоже вот количество частиц которые забежали на большую н отсюда я могу вот это заменить минус D N и здесь заменить минус N подставить что вот этот вот вот эта штучка это равна равна ну на T значит почему вот такая странная вещь она берется из того что мы в первую очередь пишем дифференциал N мы пишем что DE равно TDS минус PDV и плюс мюDN если вы отсюда выразите DS вот вы как раз и получите то что нужно и так вот этот член равен мю на T минус мю на T этот равен 1 на T а тот который связан с объемом нам сейчас не нужен отсюда мы получаем чему равна delta S и подставляем ее в формулу для вероятности которую я записывал и получится в результате что P равно P 0 на E в степени минус E минус мю поделить на T вот дальше причем вот это у нас получается независимо от того система у нас состоит из бозонов которые любят накапливаться в одном состоянии и могут там накопиться в любом количестве или из фермионов которые терпеть не могут сидеть в одном состоянии фермионов в одном состоянии может быть 0 или 1 все дальше чтобы найти среднее количество частиц в одном состоянии мне нужно просто вот эту вот штуку найти во первых P0 а потом все усреднить P0 ищется просто то есть надо просто сказать что сумма вот этой P0 и P1 то есть вероятность при нуле частиц а я забыл тут N это PN от N частиц вероятность при нуле частицы при одной частице значит вот их сумма P1 плюс P0 это единица это для фермионов или же соответственно надо это фермионов а для бозонов я должен ну вот по I от I равно нулю до бесконечности тоже просуммировать и значит приравнять единиц нет значит это бозоны отсюда я нахожу P0 а потом я нахожу N среднее для фермионов находится в любом случае одинаково то есть это 0 на P0 плюс 1 на P1 и так далее да для бозонов для фермионов все варианты кончились то есть N среднее это просто P1 для фермионов а для бозонов я таки должен все суммировать я должен написать вот такую сумму от I равно 0 до бесконечности и умножить на P1 теперь результат который получится после выполнения этих аугибраических упражнений результат такой что среднее количество фермионов в одном состоянии это единица на E в степени E-μ на КТ плюс единица среднее количество бозонов в одном состоянии это то же самое но только здесь будет минус единица и вот в этом знаке скрыта колоссальная разница сейчас мы увидим какая именно разница для фермионов среднее N среднее выглядит как а вот так она выглядит вот эта функция N среднее от E где E это высота уровня вот здесь у меня где-то химический потенциал на половине высоты да вот ровно на уровне половины высоты он пересекает здесь вот единичка здесь ноль а вот тут одна вторая а почему это химический потенциал он не является константой почему он не является константой дело в том что это не просто константа из максимальной энергии а почему это именно по смыслу химический потенциал его смысл почему его химики так назвали я честно говоря затрудняюсь сказать но его смысл какой его смысл хочет ли данная система выпихнуть частицы из себя или она хочет себя еще и насосать почему это не витумивает одно и то же а так мы его только что получили оттуда то есть вот вот отсюда было вот это самое ню которая ну я думаю так что пресс в свое время просто был добавлен вот такой вот член дифференциал энергии когда химики вводили ну там химики физики сложно сказать в общем люди которые занимались так за термодинамикой разного горения и прочее вводили эти потенциалы вот они поняли что от числа частиц энергии дифференциал энергии тоже завис и ввели сюда этот шел на самом деле почему он зависит потому что энтропия зависит от числа частиц и выравнивается вот это самое амюнотет то есть выравниваются химические потенциалы соприкасающихся частиц то есть если две системы имеются и каждая хочет друг из друга мысос очиститься они в конце концов сбалансируются на каком-то уровне логика простая что энергия на единицу заряда это электрический потенциал а энергия на одну молекулу это химический потенциал ну можно так сказать молекула значит химическая так значит вот вот у нас таким образом выглядит среднее количество частиц состояний для фермионов для бозонов давайте попробуем эту штуку написать ну значит для начала давайте сделаем вид будто бы мю в бозонном случае положительный тогда что у нас будет при больших энергиях оно естественно все убывает при малых начинает возрастать возрастать есть где-то энергия е равная ню и в этой точке тогда у нас будет эта единица знаменатель бесконечный у нас просто вот этот ряд в этом месте разойдется у нас будет в эти состояния частицы все напихиваться напихиваться и напихиваться грубо говоря если у нас есть позонная система она примет частиц сколько угодно если рядом имеется термостат с положительным мю который эти частицы производят а вот мю это именно уровень на котором стоит насос частиц он их может сосать в себя или выкидывать в нашу систему если у нас здесь есть уровни энергии которые запирают частиц сколько угодно то этот насос все их будет выкидывать выкидывать и система будет все наполняться и наполняться частицами и заберет их в себя бесконечно много на самом деле так не бывает нет у нас такого производителя частиц с положительной энергии не происходит такого у нас всегда есть какая-то одна большая система грубо говоря термостат сам разделен на множество мелких кусочков каждый друг из друга хочет частицы высосать или наоборот каждый друг из друга хочет частицы натолкать в конце концов они приходят к какому-то равновесию оказывается что бозонные пропозонные уровни лучше говорить что они хотят высосать друг из друга частицы потому что напихать бозонный уровень можно сколько угодно продолжите для е меньшую графику сейчас да так понятно что не имеет смысла тогда будет нагляднее что не не ну да дальше будет вообще отрицательно но тут отрицательно оно получилось почему смысл отрицательно будет выходить на единицу ну неважно главное что ряд разошелся вот здесь если ряд разошелся какой смысл уже тогда писать чему равна формальная сумма понятно что как только ряд начинает расходиться его формальная сумма начинает выделывать какие угодно первые вот не имеют не имеют ну смотри откуда взялись эти отрицательства они произошли из-за того что они грубо говоря больше бесконечности выпихали впихали туда оно все никак в равновесие не приходит то есть система базового с положительным химпотенциалом не имеет смысла потому что она не может прийти в термодинамическое равновесие все реальные системы базового которые живут и приходят таки в термодинамическое равновесие имеют отрицательный химический потенциал иногда он больше по модуле иногда меньше но всегда меньше нуля ну и вот можно нарисовать это так а вот потом куда-нибудь вот сюда вот это вот это самое асимптос но сейчас она уже находится в той области где грубо говоря нету состояния это энергия а это Н3 вот сейчас я обещал поговорить про база конденсации сейчас я про нее скажу значит что такое база конденсации когда она происходит она происходит при во первых достаточно маленьких температурах а во вторых при достаточно высоких плотностях базонного газа ну прежде чем я расскажу что там собственно происходит я покажу кажущийся парадокс парадокс стоит вот если мы попытаемся определить химпотенциал как мы это делаем вот я рисовал тут некую систему которая пытается прийти в обновесие перекачивая частицы из одной части в другую в конце концов приходит в результате чтобы найти химический потенциал как раз и надо понять сколько в системе частиц в зависимости от того сколько их там у нас она хочет частицы либо с большой силой напихать в другие части либо с маленькой короче говоря именно от полного числа частиц химпотенциал зависит и им он определяется поэтому на уравнение напишем полное число частиц равно и просуммируем частицы на всех уровнях суммируем по энергии здесь пишем рот е на д е плотность с которыми мы в прошлый раз возились это плотность уровня энергии а здесь пишем вот это самое среднее количество частиц в одном состоянии с данной энергии то есть 1 на е в степени е минус мю на кт и минус единиц значит сейчас я понятно обещал рассказывать практически без формул и так и буду делать поэтому я просто скажу что получается в результате оказывается чем температура ниже тем давайте вот что сделаем зафиксируем химпотенциал и будем менять температуру если температура достаточно высокая то вот это вот самое минус мюл оно по абсолютной величине то есть вот эта вот положительная величина минус мюл она в результате уменьшает нам то есть увеличивает вот эту штуку и уменьшает нам знамена но но при высоких температурах она уменьшает дробь увеличивает знаменатель и уменьшает дробь то есть при высоких температур При высоких температурах эта дробь уменьшается от того, что это не ноль, не так уж сильно. А при низких температурах эта дробь уменьшается достаточно сильно из-за того, что мю у нас не нулевое. То есть вывод. Чтобы сделать побольше частиц, нам нужно повышать мю. Стремить его из отрицательной области к нулю. Из-за этого вот этот член будет по своей абсолютной величине поменьше. Знаменатель будет в результате не такой большой, и n будет побольше. Проблема оказывается в том, что мы ограничены нулем. Мы не можем сделать, вот по тем причинам, о которых мы уже говорили, мю больше нуля. А если мы его сделаем строго нулем, что будет? Оказывается, этот интеграл сходится. То есть мы получаем некое максимальное количество частиц в системе. Да, при данной температуре, при данном объёте. То есть в особенностях внутри этой виды единицы на е, на руль идёт вся степельная функция е в какой-то степени больше единицы. Да, и получается, что он сходится. Ну вот, я даже не хочу сейчас анализировать, почему сходится этот интеграл. Просто сами попробуйте. Ну так вот, есть некое максимальное количество частиц в системе. Это какой-то бред, честно говоря. Я начинаю, а если я, причём это максимальное количество частиц, оно же зависит ещё от температуры, как мы только что видели. И чем меньше температура, тем меньше максимальное количество частиц при данной плотности. Вот у нас, и что? Вот если у меня есть какая-то банка с частицами, я понижаю, понижаю температуру, и максимальное число вдруг стало меньше, чем их там есть. Куда они денутся? То есть на первый взгляд получается какой-то бред. Бред на самом деле связан с тем, что мы не очень аккуратно посчитали вот это n-max. То есть там есть хитрость, связанная с тем, что в какой-то момент мы переходили от суммирования к интегрированию. То есть вообще-то честно считать число частиц при помощи вот такой суммы. То есть я должен был сумму написать по всем энергиям, которые у меня есть по всем энергетическим уровням. Ну давайте у меня тут соответственно будет количество уровней энергии с еритом и умножить на среднее количество частиц в одном состоянии еритом. Казалось бы, какая разница? Вот это вот n-еи-то, это есть вроде бы ро от е на д-е. Казалось бы, разницы никакой. Однако она существует. И связана она с поведением функции ро. Дело в том, что что такое вот эта функция ро? Откуда она берется? Я нарисую эту картинку. Я, честно говоря, не помню. По-моему, в прошлый раз я ее не рисовал. Появился повод. Как же я не нарисовал? Значит, вот тут вот пространство... А, мне кажется, рисовал. Пространство импульсов. Равномерно в нем расположены состояния. Почему равномерно, мы в прошлый раз говорили. И вот я возьму состояние с модулям импульса от P до P плюс DP. Они занимают вот такой вот сферический слой. Сферический слой, объем которого 4PP квадрат DP. И мы видим, что этот объемчик тем меньше, чем меньше само P. Ну и что касается ро от E, то она ведет себя так же. Ну, там другая степень, но принцип тот же. Ро от E приходит в 0 при... Не важно как. Оно приходит в 0 при E равном нулю. То есть такое впечатление, что при нулевых энергиях вообще нет состояния. Однако это неправда. Там есть как минимум одно состояние вот прямо здесь. Самое нижнее. Единственное состояние. И оказывается в этом-то вся разница. То есть все частицы, которым не будут деваться, упадут вот в это единственное состояние. Этот процесс и называется базоконденсацией. Можно сказать так, что... У нас вот этот вот насос частиц подошел катастрофически близко к нулю. Он где-то вот здесь. И он набрызгивает частицы на этот уровень очень-очень-очень много. То есть на этом уровне, в этом состоянии у нас появляется макроскопически много частиц. Грубо говоря, вот все частицы, которые не влезли сюда, то есть если у нас есть Δn, Δn частиц равная n-n max, все туда попадут. А как это сделать, чтобы все туда попали? У нас просто химпотенциал достаточно близко подвинется к нулю. И частицы туда накачаются. Значит, смотрите. Вот это Δn, оно как раз и должно быть равно... Это и есть, собственно, количество частиц, которые попали в одно-единственное состояние при е равном нулю. То есть по тому распределению, которое я написал, это е в степени. В качестве е я ставлю 0. В общем, 0-μ поделить на КТ минус 1. Ну, я доставлю себе удовольствие и выпишу, чему равен химпотенциал в этом случае. Мы его можем явно отсюда получить. Значит, если мы перевернем эту штуку, значит, 1 на Δn, это у нас будет знаменатель. Потом нам надо сюда единичку еще прибавить. И это у нас как раз и должно получиться Е в степени минус μ на КТ. Вот это вот очень маленькая величина. Значит, раскладываем по первому и получаем следующее вещь, что это, значит, есть 1 минус μ на КТ. Таким образом, значит, μ на КТ у нас получается минус 1 делить на Δn. И μ равен, значит, минус КТ поделить на Δn. При этом Δn это макроскопически большое число, поэтому μ чрезвычайно близок к нулю. И вот этот вот маленький-маленький зазор, его величина, она как раз показывает, насколько много там частиц сидит в этом единственном состоянии. Значит, они там все без импульсов, они не жевелятся, да, судя по картиночке? Ну, значит, когда речь идет о базе газа, то да. С другой стороны, мы могли бы газу как целому дать, ну, то есть, мы можем двигать эту штуку как целую, пожалуйста. Вот. Значит, когда речь, вот тут вот есть некая тонкость, да, потому что иногда говорят, что базе конденсация, например, связана со сверхтекучестью жидкого гелия, но тут и есть тонкость, потому что гелий – это жидкость, и там есть взаимодействие. И поэтому его нельзя описывать в точности вот такой вот штукой и рассматривать как газ. Там можно просто сказать, что, значит, при самых низких температурах основная часть атомов, она, значит, ведет себя строго одинаково, а над ними летают возбуждения. И возбуждение в этой вот жидкости как раз и определяет, будет сверхтекучесть или не будет. Так, значит, я не хочу про это подробнее рассказывать, хотя... Да. Хотелось сделать. Дело в том, что базоны бывают разные. Например, фотоны – это тоже базон. Да. Но если вы начнете, возьмете банку с фотонным газом охлаждать, то базы конденсации там у вас не возникнет. Потому что там число частиц переменное, и фото просто поглотятся. Убирается, да. То есть газы вот с переменным числом частиц, там все просто. Там ну всегда строго равно нулю. Потому что, значит, если число частиц может меняться, то обязательно у вас, ну, например, будет расти энтропия от этого, и частицы будут рождаться, 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 рождаться и рождаться. В огромном количестве. Энтропия будет все больше и больше и больше. Никого термодинамического равновесия. Если наоборот вот эта штука отрицательна, тогда частицы будут поглощаться, 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 и от этого будет расти энтропия. и поглотятся все может это не так, что фотон с нулевым импульсом он имеет нулевую энергию а следовательно не существует ну да, можно так в общем с разных сторон но просто про фотона тут сразу понятно что никаких вот этих игр на химпотенциале быть не может потому что химпотенциал фотонов равен нулю строго всегда и при всех температурах вот тепловое распределение для фотонов это единственное распределение пользы, только умноженное на плотность состояния да, то есть фактически на плотность состояния ну вот это ро от е если это ро от е написать, то вы можете слегка узнать распределение планов значит это тоже отдельный кусок, про который я сейчас рассказывать не планировал а что я хотел рассказать хочу немножко сравнить это с фермионами с фермионами там все наоборот там значит никто не желает засасывать лишние частицы на уровне там как бы от этих частиц избавиться, грубо говоря потому что проблема состоит в том что уровни или состояния имеют очень ограниченную емкость одно состояние может внести в себе одну частицу и все в результате если к нам в систему прибывают частицы ну например мы просто сжимаем нашу систему что происходит надо куда-то эти частицы девать и мы вынуждены их класть на все более и более высокие уровни заполнять и заполнять от этого кстати растет химпотенциал он показывает что система на все готова только бы сплавить эти частицы куда-нибудь а оно растет, 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 растет и растет полная энергия причем это совершенно не зависит от того большая у нас температура или маленькая и это например очень интересно в случае когда мы имеем дело со звездами вы наверное слышали что многие звезды когда исчерпывают свой запас энергии термоядерное топливо начинают сжиматься значит сначала процесс этого сжатия останавливает давление вырожденного электронного газа то есть вот эти вот фермионы в данном случае электроны просто начинают летать все быстрее быстрее и быстрее из-за того что не остается мест с маленькими скоростями то есть тут надо подчеркнуть что в отличие от идеального газа идеальный фермер у него средняя энергия молекулы связана не с температурой а с ним потенциалом а при понижении температуры ширина средней энергии молекулы практически не уменьшается только ступенька становится более и более за температуру у нас отвечает вот это вот что если я увеличу температуру у меня немножечко расширится вот эта вот ступенька при нулете температур будет вода но средняя энергия действительно она зависит только ну в первую очередь от химпотенциала и эту среднюю энергию можно посчитать и мы увидим там оттуда конечно вычислить и химпотенциал вот мы увидим что с объемом она связана очень интересным образом то есть у нас е пропорционально в в степени минус две трети то есть быстро растет когда уменьшается объем ну такое поведение на самом деле не то чтобы очень странно таким же образом с объемом связана например энергия при адиапатическом процессе но при адиапатическом процессе в обычном идеальном газе там температура растет а когда газ охладится давление у нас упадет и энергия упадет а эту штуку охлаждай не охлаждай энергия не изменится и давление например которое производное по объему значит В ДЕ ОДВ при постоянном С значит помните да насколько частицы продавливают уровни энергии и расширяют за счет этого систему это будет пропорционально вообще В в степени минус пять третей вот это вот уже очень серьезная штука ну понятно что например при постоянной температуре в идеальном газе давление растет всего лишь как минус первая сей объема а здесь вот уже как минус пять третей более того значит энергии электронов настолько велики становятся что им уже даже не важно взаимодействие кулоновское между электронами кулоновское взаимодействие между электронами оно значит понятно что пропорционально расстоянию между электронами минус обратно да минус первой степени расстоять среднему расстоянию между соседними электронами в минус первой степени то есть это пропорционально объем в степени минус одна треть это значит Е кулоновское а Е кинетическое причем никак не связано с температурой не связано с температурой пропорционально вот этой штуке и получается совершенно огромное давление однако я сейчас расскажу дальше что бывает если бывает что этих давлений начинает не хватать из-за чего казалось бы мы сжимаем дальше давление все больше сжимаем еще давление еще больше в конце концов процесс вроде бы должен остановиться однако сначала нас подстерегает следующая засада при слишком больших плотностях начинается так называемая нейтронизация вещества то есть электроны слишком часто бывают очень близко к ядрам к протонам и при этом имея большую кинетическую энергию и начинает идти вот следующая гайдерная реакция электрон плюс протон равно нейтрон плюс антинейтрин просто нейтринные электроны значит на это нужна существенная энергия потому что нейтрон весит больше чем вот эти двое вместе еще на пол электрона больше но в данном случае энергии у электронов большие время от времени значит случается так что этот процесс происходит электрон выбывает грубо говоря из создания давления выбывает потому что у нейтрона энергия будет поменьше у него масса большая и значит все больше и больше становится веществе нейтрона давление падает плотность еще больше в конце концов звезда выбрасывает кучу нейтрина и остается сжимается и остается нейтронная звезда значит если белый карлик про который вот здесь шла речь который остановлен давлением электронного газа он при массе около солнечной там полторы может быть ну 1,2 солнечной например масса белого карлика при этом размер его примерно зел в нейтронной звезды у нее масса там где-то 2,5 солнечной бывает по размерам у нас город долгоплодный соответственно плотности там как в атомном ядре но дальше уже давление вырожденного нейтронного газа останавливает дальнейшее сжатие звезды и только при массах порядка 2,5 солнечных значит гравитации уже и эту не может сопротивляться когда-то Чандрасикар вычислил эту массу называется Чандрасикаровский предел если масса остатка звезды вот этой нейтронной звезды больше чем 2,5 солнечных примерно то она сжимается и образует черную долю так значит вот видите насколько насколько разные поведения термионного газа и бозонного газа значит давайте в качестве хитрой системы про которую мне хочется поговорить я расскажу снова некую систему которая на сей раз при низких температурах существует но это ферми система ферми система значит эффект о котором я буду говорить это так называемый квантовый эффект пола в чем он состоит в чем он состоит и как его делают во первых делают его при достаточно низких температурах в больших магнитных полях но это я расскажу зачем а еще его делают в так называемой двумерной системе как получить эффективно двумерную систему например хороший вариант двумерной системы это полевой транзистор значит значит как устроен полевой транзистор ну вот давайте пусть у нас электроны там будут да вот это вот некий электрод здесь металл металл здесь изолятор здесь большой кусок полупроводника В причем полупроводника В типа то есть у него недостаток электронов а здесь вот кусочки полупроводника Н типа здесь избыток электронов мы подаем сюда плюс значит вообще избыточные электроны они как правило сидят вот тут потому что если они отсюда выйдут они быстро наткнутся на дырку недостаток электронов свалятся туда и там останутся значит если подать плюс вот сюда то часть электронов будет которая выходит отсюда она будет скапливаться под самым изолятором притягиваясь вот этому положительному электрону и значит все время будет отсюда подсасываться короче здесь образуется область канала так называемого Н канала здесь вот есть электроны и эта область очень узкая ей можно управлять создавая разный потенциал можно управлять этой областью значит если я это на энергетической диаграмме нарисую то выглядит это будет следующим образом значит вот энергия электрона в зависимости от расстояния до вот этого вот ну и соответственно от потенциала если я увеличиваю потенциал то становится все ниже и ниже а здесь есть какое-то количество уровней энергии вот нижний там повыше повыше моя задача выбрать потенциал так чтобы вот это расстояние от самого нижнего уровня энергии до следующего было гораздо меньше кт то есть вот это вот дельта е наоборот вот это дельта е было наоборот гораздо больше чем кт тогда все частицы будут иметь вот эту энергию и никто не будет иметь вот эту в результате движение по вот этой оси становится невозможно ну то есть они вот какая-то волновая функция есть у электронов которые тут сидят но никаких прыжков я поменял волновую функцию с этой на этой вот такого не может быть то есть все электроны с точки зрения движения вот по этой оси сидят в одном и том же состоянии вся их энергия какая-то там кинетическая связана с движениями вот туда значит вглубь доски и слева направо то есть мы получаем двумерную систему это первое второе что мы должны сделать это мы должны подать магнитное поле магнитное поле подается вот в таком направлении то есть то есть это это поперёк да вот это вот r это я бы так сказал не сейчас вот это вот это как раз ось вот это и вот это и то есть вот вот так электроны двигаться не могут а вот так и вот туда они двигаться могут и мы подаём магнитное поле значит в сильном магнитном поле электроны начинают летать кругами это вы знаете да любая заряженная частица начинает описывать круги а вот что интересно для поведения квантовой системы в магнитном поле что там я не буду это рассказывать подробно предлагаю это поверить что там образуются ну грубо говоря круги разного диаметра соответствующие значит разным состоянием и каждое из таких вот круговых состояний может всегда принять какое-то количество частиц это так называемые уровни ландалу соответственно количество частиц на каждом из уровней ландалу зависит от магнитного поля равно так и сама энергия каждого из этих узлов то есть емкость вот этих вот можно сказать таких зон только они тонкие зависит от магнитного поля и получается следующее вот общее это количество электронов у нас фиксировано в результате у нас будет какое-то количество уровней ландалу заполнено полностью а какое-то будет заполнено значит какая-то последняя будет заполнено не до конца значит когда мы начинаем увеличивать поле у нас ну у нас и емкость уровней при этом меняется значит сначала у нас вот так вот система вся подрастягивается и подрастает вверх 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 и при этом значит у нас например общая энергия растет а потом у нас закончится но количество на верхнем уровне у нас падает потому что емкость меняется и закончится все это дело тем что количество частиц на верхнем уровне станет равно нулю все попадут сюда и это значит и система опять да я дальше увеличиваю поле энергия опять начинает расти там короче говоря энергия электронной подсистемы она такими скачочками входит и с этими скачками связано еще значит много других скачков например скачки так называемой головской проводимости то есть вот мне даже не хочется то есть холовская проводимость это грубо говоря она связана с тем какое возникает более сейчас я перескочил давайте я оба теперь расскажу что собственно делаю с этой системой дальше дальше ток запускают дальше пускают ток например вот отсюда вот сюда он начинает идти а у нас там магнитное поле возникает эффект пола когда у нас система электроны движутся вперед а на них магнитное поле которое их разворачивает в бок и значит электроны садятся на боковую поверхность и получается у нас вот я нарисую лиц верху вот сюда у нас допустим идет ток и вот сюда допустим садятся положительные заряды а сюда садятся отрицательные заряды в конце концов образуется электрическое поле от плюсов к минусу которое компенсирует влияние магнитного которое в свою очередь разворачивает заряды там а магнитное поле если у нас ток сюда значит то вот получается на меня даже больше значит это просто эффект холл но там есть так называемая холловская проводимость что такое холловская проводимость вообще просто проводимость это отношение тока к напряжению да точнее плотности тока плотности электрического напряженности электрического поля а у нас здесь хитрая штука у нас электрическое поле поперек а плотность тока у нас вдоль таким образом вот эта холловская проводимость сигма холла это значит плотность продольного тока поделить на е поперечная и вот эта вот штучка из-за того что у нас скачком меняется плотность электронов на уровнях испытывает скачки значит я про вот это на самом деле даже не хотел сначала рассказывать а потом вот сейчас подумал ну как же так именно на этом эффекте что вот эта вот величина испытывает скачки построена куча точнейших приборов которые меряют значит например можно мерить заряд электроны или еще лучше постоянную бланк дело в том что вот эта вот величина скачки там холловского сопротивления по-моему значит они строго связаны с значениями е и h и можно по величине этих ступенек эти постоянные вычислять но меня здесь не это даже привлекало понятно что как-то оно будет скакать здесь есть другой забавный эффект который я собственно и хотел рассказать дело в том что в квантовом эффекте холла есть вот все время пока у нас есть какой-то верхний уровень не до конца заполненный у нас есть какое-то у нас есть нулевое продольное сопротивление то есть фактически образец квантовом эффекте холла является сверхпроводником более того вы наверное слышали но может и не слышали что квантовый эффект холла можно получить на такой штуке как есть еще одна хорошая двумерная система графен то есть это монослой графита и в графене не нужны такие низкие температуры чтобы у нас не не доскакивали электроны до следующего уровня по оси у у потому что там действительно им некуда деваться здесь не могут убежать и вот это вот следующий уровень он не очень высоко у у никуда не деться. Там это расстояние огромное. И квантер-эффект холла в графене наблюдали при комнатных температурах. А с другой стороны, если там есть нулевое продольное сопротивление, строго нулевое, то вот вам, пожалуйста, сверхпроводимость при комнатной температуре. Единственное, что это очень неудобно. Вы, проводая из этого не сделаете. Потому что тут нужно громадное магнитное поле, чтобы этот эффект наблюдать. А сверхпроводники, как правило, сами и применяются для достижения огромных магнитных полей. Толк с него будет. Если вы попробуете сделать магнитное поле при помощи вот этого тока, то вы испортите весь эффект. То есть технической пользы от этого нет. Но сам факт, что вот вам сверхпроводимость при комнатной температуре. Он потрясает воображение. Но как, откуда, почему она там? Откуда там берется нулевое сопротивление? Вот давайте посмотрим, что происходит. Что происходит... рассмотрим вот эту вот подсистему. Кроме самого верхнего опыта. Что она будет делать вот в этих скрещенных магнитном и электрическом полях? Значит, вы, наверное, знаете, что электроны, которые просто крутятся вот так вот по кругу в чисто магнитном поле, в скрещенных полях, там магнитное сюда, например, а электрическое вот так. эта вот штука начнет дрейфовать поперек обоих полей. Ну, с такой скоростью, чтобы после преобразования Лоренца эффективно пропало вот это поперечное поле электрическое. И в движущейся системе отсчета у нас было бы только магнитное, и мы бы там спокойно крутились по этой орбите. То есть вот эта вот вся системка как целая дрейфует и переносит ток. Значит, если бы у нас не было вот этого верхнего уровня, то вообще бы все было замечательно. Потому что она себе дрейфует, а может ли она остановиться? Может ли она испытать сопротивление? Отдать энергию свою куда-то? Чтобы провзаимодействовать с каким-то дефектом, который мог бы нас остановить, нам оказывается нужны свободные состояния. А каждая из вот этих подсистем, она представляет собой, ну, этот уровень, он немножечко размыт, но представляет собой полностью занятую зону энергии. То есть рассеяние какого-нибудь электрона, оно должно было бы привести к тому, что он из своего состояния перескочил в другое, да? Вот что такое рассеяние частицы. Мы меняем состояние. А внутри всей этой зоны все состояния заняты. Единственное состояние, ну, не занятые состояния могут быть только вот тут, наверху. А до туда еще надо доскочить. При низких температурах и достаточно больших магнитных полях вот это вот дельта Е, как обычно, гораздо больше КТ. И практически никто не сможет сюда доскочить наверх. И таким образом вот эта вот подсистема нижних уровней сверх проводит, потому что она не взаимодействует с дефектами. Остается только вопрос, а что же верхний уровень? На нем-то он-то не полностью занят. С ним все плохо, потому что его электроны, когда начнут дрейфовать, они наткнувшись на дефект, будут перескакивать сюда и будут все тормозить. Вот чтобы с этим разобраться, надо понять, что у нас есть внешняя цепь, в которой есть какое-то напряжение и поначалу есть определенное падение напряжения на нашем образце. Вот мы только-только включили ток. У нас еще даже не образовалось вот это Холовское поле. Включили ток, значит, сначала начинает проводить ток как раз вот эта система, потому потому что это обычные, грубо говоря, практически обычные электроны, которые спокойно себе едут вдоль образца. Именно они потихонечку наталкиваясь на дефект и прочее, искривляют свой путь в магнитном поле и начинают создавать поперечное поле. После того, как поперечное поле возникло, вот эти, вот эта подсистема начинает дрейфовать товарищи, никуда она не денется в скрещенных магнитно-электрическом полях, она обязана дрейфовать вперед. В результате ток, ну, падение, у нас как бы эффективно увеличилось количество носителей заряда. И падение напряжения вот здесь уменьшилось. Падение напряжения вот здесь будет уменьшаться, но оно еще есть. И поэтому у нас есть вот эти еще едут. И увеличивают поле. Увеличивают, увеличивают, и в конце концов они сделают настолько большое поле, что здесь потечет очень большой ток. И значит, все внешнее напряжение, которое приложено при таком токе, упадет на проводах и прочее. И падение напряжения вот здесь будет равно нулю. В результате, поскольку тут напряжения продольного больше нет, эти электроны больше не движутся и не теряют энергию. А эта подсистема движется в скрещенных вот этих полях, которые никуда не денутся. И тоже не теряют энергию, потому что отсюда сюда никто не может выскочить. Вот такой замечательный эффект. И это ненулевое сопротивление, оно, то есть нулевое сопротивление продольное, оно начинает становиться ненулевым, только вот как раз когда вот этот уровень начинает пропадать, и там у нас своего рода перестройка происходит. Этот уровень то заполнен полностью, то немножечко не заполнен. в разных кусках образца у нас разное происходит, и вот из-за того, что он ушел, ушел, ушел и попал в какую-то область, где он заполнен не до конца, и дрейф его нарушился, вот тут возникает сопротивление. Вот здесь еще кривые эффекты, не ломка вот бесконечная протеста. Да, естественно, про края надо говорить, но мне хотелось дать какую-то картинку, чтобы было понятно, откуда вообще этот эффект нулевого сопротивления возникает. Вот последнее, о чем я хотел сказать. Возникает он из-за дрейфа вот этих уровней. И дрейф настолько большой, что падение напряжения вот здесь уже ноль, и верхние не движутся, соответственно, не создают вклада сопротивления. Ну, соответственно, если есть какие-то вопросы ко мне или желание со мной поговорить на тему реферата и прочего, то, значит, пожалуйста, я закончу. Спасибо. Есть ли вопросы? субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok